Теперь я наконец-то могу вернуть Кейт книгу. Надеюсь, что я не опоздаю. Я всё ещё об этом волнуюсь. Я положу на подростку нашего возраста и давайте пока никуда не пойдём, потому что мы хотим почитать дневник. У нас там есть пара следующих страниц и плюс ещё надо почитать про всех этих персонажей, которых мы ещё не читали. Вот Ректора Уоррена, Хлою и Рэйчел. Давайте начнём пока с Ректора. Смотри, Бухло нарисовал, а он же шалкаш. Нормально. Руководитель Академии Блэквелл та ещё работёнка. А запах очень надежный такой одеколон. При первой встрече Ректор произвёл хорошее впечатление. Он был добр, а его слова заставили меня почувствовать себя частью особенного мира. А ещё он сказал, что в будущем я стану известным фотографом и смогу отплатить Академию. Это он, конечно, преувеличил, но всё равно приятно. Не стоит нему приближаться, пока не умудрюсь как-нибудь завоевать его доверие. Такой у нас Ректор. Неподобный немножко. Уоррен. Уверена, что отдай я свой телефон Уоррену, он бы взорвал его во имя науки. Он хочет вернуть свою флешку после того, как одолжил мне её меньше, чем на неделю. Он сказал посмотреть все клёвые сериалы и фильмы, что на ней записаны. Порнушки там благодела не оказалось. Да ну, бреши! Я рада, что у меня есть Уоррен. Думаю, что могу назвать его другом, да и у нас много общих интересов. И пусть Уоррен больше любит науку, он также ценит искусство, в том числе фотографию. Он всё время твердит, что обожает мои работы, но я никак не пойму, правда это или он просто пытается быть вежливым. Уоррен тот ещё гик, но всегда даёт знать, что думает. Вряд ли он когда-нибудь станет мне врать. И рада, что здесь есть хотя бы один соратник моего возраста, да ещё и который заставляет меня улыбаться. Хлоя. Ещё нельзя забывать про Хлою. Что можно сказать лучшей подруге после пяти лет молчания, обнаружив, что спас ей жизнь? Ничего. Я чувствую себя виноватой, что мы даже не переписывались. Не знаю, как снова начать с ней общаться. Она выглядит как привычно и в то же время кажется абсолютно другой. Хлоя выросла, но не похоже, что она старше меня всего на год. Я в восторге от её голубых волос и панковской одежды. Неудивительно, что она стала бунтаркой. Кстати, она по-прежнему похожа на пирата. Только такого, который занимается стейдж-дайвингом. Я знаю, что она до сих пор на меня злится. Язык тела её выдаёт. Рада, что по-прежнему вижу в ней старую Хлою. Или лучше сказать юную. Она до сих пор переживает из-за смерти отца Ады. Такий отец умер, видишь. Вот полезно читать дневник таки. И это неудивительно. Хлое и Джойс тогда было очень нелегко. Я тут задумалась, не потому ли я уехала, что пыталась убежать от горя. А, горе, кстати. Дураку ясно, что Хлоя замешана в делишках Нейтана Прескотта. Не знаю, что происходит, но непременно выясню, чего бы мне это ни стоило. Рэйчел. Что же случилось с Рэйчел Эмбер? Какой бы спокойной и уединённой ни была Академия, даже здесь суровая реальность даёт о себе знать. Буквально все стены кампуса обклеены листовками о пропавшей девушке. Она была довольно популярной студенткой в Блэквилле, но полгода назад просто исчезла. Мне нравится её фотография на листовке, на ней она похожа на фотомодель. Интересно, кто сделал это фото? Что произошло на самом деле? Может, она просто сбежала из дома? Надеюсь, так и было. Боюсь представить, каковы её родителям. Такого никому не пожелаешь. Жаль, но даже в таком тихом месте, как Блэквилл, от реальности никуда не деться. Ну да, к сожалению, что поделать. Давайте дочитаем наш дневник. Так, мы дочитали тогда до 22-й страницы, вот до сюда. Ещё у нас две страницы есть. 8 октября. Сегодня я проснулась с другим человеком. Хоть и никто, кроме меня, об этом не в курсе. После вчерашнего знакомства со своей способностью, спасения Хлои и прочей дичи, как сказала бы Виктория, в Блэквилле, полагаю, всё будет по-другому. А я-то думала, что тяжело это показывать миру свои фотографии. После того, как Хлоя меня подвезла, я начала собирать информацию по тому снегу, который внезапно пошёл у маяка. Но местные метеорологи так и не нашли этому объяснения. Я так хотела во всём разобраться, что всю ночь провела за книгами о времени и физике. Нашла, зачем проводить. Я не Уоррен, поэтому в итоге ещё больше запуталась. Не думаю, что моё видение с торнадо и снегопад как-то связаны, но со всей этой неразберихой хрен поймёшь, что возможно, что нет. Ну, хотя бы мы с Хлоей снова зависаем вместе. Это точно судьба. Мне нужно принять душ, а потом встретиться с Хлоей и позавтракать. Бог свидетель, я голодна. В душевой я встретила Кейт. Она попросила вернуть Октябрьскую страну. Классная книга, надо купить себе такую же. Пока я была в душе, Виктория и Тейлор докопались до бедняжки Кейт по поводу видео. Потом они оставили на зеркале ссылку. Засранки. Совершенно не понимаю, как они могут так себя вести. У Виктории есть всё. Зачем ей издеваться над Кейт Марш? Мы же взрослые, а такое ощущение, будто в королевскую битву попали. Только без антиутопии и взрывающихся голов. Только Виктория способна заставить меня почувствовать себя грязной в душе. Да. Надо её саму в грязь окунуть. Да хорошенько так. Ещё и моя соседка, смотри, напротив. Охуевшая Виктория. Так, чё тут нового? Скрытый номер. Чё такое, кто-то заебался до меня. Держи рот на замке, иначе тебе не поздоровится. Я знаю, где ты живёшь. Нихуяся, ты кто? Это Нейтан сто пудов. Это Нейтан. Он думает, что я что-то про него знаю. Он же что-то докопался до меня. Скрытый, ах ты ж сука. И даже не отследить. И кому мне об этом рассказать? Надо... Пиздец. Конечно, Нейтан. Но я не уверена. На кто? Теперь мне нужно быть вдвойне осторожней, иначе мне будет грозить серьёзная опасность. Если я не буду готова. А может это Дэвид Мэтсон, охранник? Так а чё бы он так угрожал? Он же мужик нормальный вроде как. Ну, типа у него есть какие-то, конечно, сдвиги, но... У него всё-таки честь охранника должна быть. Армейская какая-то. Хуй его знает. Кейт, ты там? Да, езди. Входи. Блин. Совсем обиженная Кейт. Почему она накрыла зеркало? Она не может на себя смотреть. А может она вампир? Рисунки Кейта отлично подошли бы для детских книг. Всё такое весёлое, яркое. И позитивное. Угу. Вот только сам художник негативен до жопы. Потому что все обижают, кому не лень. Кейт совсем одна, и никто ей не помогает разобраться с проблемами. Надеюсь, мать не будет от неё отрекаться. А чё напишет мама? Отправитель. Кейт, нам с отцом позвонил ректор Уэллс и рассказал про тебя и какое-то видео с вечеринки. Наши опасения по поводу твоего поступления в Блэквелл подтвердились. Прошу, позвони нам сегодня после занятий, чтобы мы могли обсудить это. Мы надеемся, ты не опозорила себя и нашу семью. Мы будем молиться за тебя и ждём, что ты будешь молиться о прощении. Твоя мать. Блядь, мать, какая же ты мать? Обычно Кейт играла на скрипке каждое утро. Но на прошлой неделе она перестала. Конечно перестала, вы же доебались все до неё. И ты даже не спасла её от этого Дэвида Мэйтсона. Могла бы выйти реально. Блин, я уже жалею, что тогда времени отмотал. Я решил, что мне лучше не высовываться. Ну, типа, не навлекать на себя лишних проблем. Похоже, она немало плакала. Ей пришлось пройти через сущий ад. Конечно. Чё это? Папа. И свет во тьме светит. И мама... Ой, и тьма не объяла его. От Иоанна какого-то. Кейти, ты всегда будешь моим светлым лучиком во тьме. Обнимаю и целую папа. Вот это я понимаю, папа, а мать? Я же мать, пишет, слышь. Молись о прощении. Он у неё и так, он есть кому молиться. Эй, я пытаюсь использовать свои силы во благо. О, у неё кролик есть. Такого милого кролика я ещё не видела. Уверена, Кейт хорошая мама. А смотри, какая морковка размером с него. Прикинь соврат такую. Потом неделю шарать не будешь хотеть. Улыбочку. Блин, мне её жалко, эту Кейт. Честно. Я больше не буду над ней издеваться. О, она забыла сказать, что проклинает её. Чё это? Дорогая Кейти, ни дух святой, ни дьявол не смогли бы подготовить меня к тому, что ты сделала на этом видео. Подобно, Цеза и Изавель, ты предстала перед лицом Господа в своём блуде. Всей церковью мы будем молиться, чтобы Бог спас твою душу от вечного огня преисподней. Ты хоть разобралась вообще в ситуации церковная, блин, боговерующая пизда старая? Обычно в комнате Кейт стерильная чистота. Сейчас же по её меркам здесь свинарник. Конечно свинарник, потому что ей даже некогда убраться. Кейт, ничего, что я тут шарюсь по твоей комнате. Библия. Кейт даже делает пометки в своей Библии. Мои родители ни разу не водили меня в церковь. От Матфея. Мне не в чем было исповедоваться. А теперь я даже не знаю, во что верить. Заткнись. Придите ко мне все нуждающиеся и обременённые, я успокою вас. Книга, притчи и салак. Соблюдение, правосудие, радость для чего-то там, праведника, страх для делающего зло. Она же тоже, смотри, она же верующая, вроде как нормальная бабёха, просто Нейтан, сука, её опоил. А может, угейт раздвоение личности? Верующие днём, тусовщица ночью? Слышь, а я как-то об этом не подумал. Макс, вот это мы с тобой команда, дай пять. Это мы с тобой сработаемся просто. Ты, блин, ты реально, ты подскалываешь мне такие догадки, которые я сам бы никогда в жизни не понял. Возможно, такие есть. Чёрт, да это же типичная американская зомби-семейка. Одни девочки в семье, смотри, отец. Настрогал, думал, пацана хотя бы одного наследника, продолжателя рода, а тут... Вот так вот получилось. Ну, тоже как бы счастливая семья, о чём детей много. Рисунок. О боже, Кейт, наверное, проходит период Г.Р. Гиггера. Она вообще проходит, блин, через семь кругового ада. Здесь слишком готично. Может, открыть? Кейт не была такой мрачной. Да-ка, нельзя открывать. Я уже почти забыла улыбку, Кейт. Это она, походу, с сеструхами. Кейт, давай, ну чё-нибудь, ну поговори со мной, ну ёб твою мать. Кейт, вставай, я книгу принесла. Привет, Кейт, я принесла книгу. Макс, почему ты ничего не сделала, когда Дэвид пристал ко мне? Да ну, блядь, ну... Вот, доказательства надо были. Мне нужны были доказательства против Дэвида. Мне казалось, он другой. Я счастлива, что кому-то есть дело до меня. Кейт, мне правда не всё равно. Так, что у тебя за история с Дэвидом? Ну, он законченный параноик. Считает, что я имею отношение к циклону. Да уж, конечно. Ты тусовалась с ними? Я пошла на их вечеринку против своей воли. Я далека от этого. Ты представляешь, насколько это унизительно для меня? Я понимаю, что это тяжело, Кейт, но... Расскажи мне о видео. Может, я смогу помочь. По сути, я была только на одной вечеринке. В компании нескольких людей. Но я ничего не помню. Это на тебя не похоже. Не могу представить тебя тусующей с Викторией. Это не так. Кейт, рассказывай мне всё. Что было на вечеринке? Ты выпила? Клянусь богом, я сделала один глоток красного вина. И затем пила воду. От такого не напьёшься, так ведь? Я не напивалась. Никогда. Я и в церкви пила вино, но никогда не выходила, как на том видео, ясно? Может быть, тебя накачали? Я помню. Как закружилась голова, и мне стало плохо. И дальше? Потом Нейтан Прескотт сказал, что отвезёт меня в больницу. Нейтан Прескотт? О, чёрт. Он был очень мил и предложил мне помощь. Нейтан, антоним слово «милый». Что же дальше? Я помню только, что мы долго ехали. А потом я очнулась в комнате. Она была светлой и белой, поэтому я решила, что мы в больнице. Продолжай. Я слушаю. Кто-то говорил со мной спокойным голосом. Я думала, что это врач. Пока я не услышала Нейтана, я не почувствовала острое лезвие у горла. Ну, изнасиловал её, блин. Ну, ладно, продолжай давай. И? Это всё, что я помню? Я не знаю, что произошло. Я очнулась у себя в комнате до следующий день. Никаких атометин и синяков не было, но я чувствовала себя ушавцом. Так, кто же тогда снимал это видео? Без понятия. Может, Виктория? Она была там в своём любимом амплуа. Боже, Кейт. Мне так жаль. Это какой-то кошмар. Как мне избавиться от этого видео? Оно уже распространяется. А что, если его увидят в моей церкви? Нужно что-то придумать. Кейт, мы всё выясним. Я проведу тебя позже, ладно? Книгу отдай. Спасибо, Макс. Ты можешь оставить книгу возле сумки. Там тёте инфаркт хватит, если она это видео увидит. Она, блин, на костре себя сожжёт сразу. В вечном огне, блин, распнёт себя, а потом сожжёт. Эй, ну она хоть не виновата, но Кейт, всё будет хорошо. Ты же не Диана Шурыгина. Всё нормально. Ну, с кем не бывает? Так, попьянишь всё было. Так, книгу мы отдали. Положили. Макс, можно спросить тебя? Валяй. Только ответь честно. Конечно, Кейт, всё что угодно. Мне нужно понять, помог ли мне Нейтан? Или же навредил после вечеринки? Может, мне пойти в полицию? Так доказательств-то у нас нет, кроме этого видео. Мы же не знаем, Кейт. Давай не соваться пока в полицию. Полиция куплена Прескоттами. Давай вдвоём. Разберёмся. Сделаешь это, и они тебе не поверят. Ты зажигающаясь с теми парнями. Видео будет использовано против тебя. Нет. Но меня накачали. Это должна доказать ты, а не они. Я просто говорю, как копы Академии воспримут это. Да. Видео никак не подтверждает твои слова. Ты не оставила мне надежды. Нет, нет, Кейт. Я просто хочу, чтобы всё было хорошо. В данной ситуации это невозможно. И это твой ответ? Я думаю, надо подождать. Происходят другие вещи, которые могут тебе помочь. Но не сейчас. Значит, люди продолжат называть меня интернет-шлюшкой. Спасибо, Макс. Да я-то при чём? Хочешь, иди звоним в свою полицию, дёбаную, блин. Только на меня не надо сваливать. Я тебе помогаю, между прочим. Всякие ссылки на твоё видео стираю. Мне точно это не понравилось. Но без доказательств мы ничего не сделаем. Конечно, не сделаем. Пошли отсюда. Так. Теперь куда? Теперь, получается, надо к выходу тулить. Хлоя, ну что ты хочешь? Макс, еда. Два кита. Приходи. Не сломай пальцы от телефона. Ура, завтрак. Никаких смайлов. Как всегда в своём репертуаре. А тут чё? А, и кролика сфоткала. Отлично. Теперь можно ещё еду зафоткать. Знаешь, походу, еда, а не кусок говна. Похоже на еду, на рогалик. Всё, давайте. Всем до свидос. Прук, мы с тобой уже говорили вроде. У меня нет времени, Макс. Ну да. Потом поговорим. Потом поговорим. Мусорка взглянуть. Самой. Так, мы вышли во двор общежития. Давайте посмотрим, кто у нас тут, что у нас тут. Как обычно, наш уборщик. Стеллаж уже убрал, смотрю. Отлично покрашено. Самой хорошо разбирается в цветах. Особенно кусты классно покрасил. Во, Самой, вообще молодец. Красавчик прям. Птиц подкармливает. Птицы так и тянутся к Самойлю. Тянутся. А прикинь, они для него шпионят. Подслушивают, подсматривают за всеми. А, вот и Самойль. Ни свет, ни заря, а он уже проводит время в компании зверков. Самойля, чё ты не говоришь? Холь я тут встала, на меня отпялишься вообще? Чё тут делаешь? Такая, прикинь, это... Это странно, когда ты сидишь такой, типа, на лавочке, к тебе подходит человек и просто стоит возле тебя и пялится. А Самойль в хуй даже не дует. Может, ему приятно, мое общество, не знаю. Привет, Самойль. Ты рановато. О, привет, юная Макс. Я обожаю раннее утро. Всё так тихо и спокойно. И зверушки словно просыпаются вместе со мной. Какой ты прям, знаешь, такой романтичный мужик. Был бы ты помоложе. Вот за что я так люблю Аркадия Пэй. В её лесах столько милых зверушек. Белки всегда показываются утром. В поисках еды. Я слышу их шёпот. А каких лесных зверей встречала ты? Лань. Ты не смейся, но... Я недавно видела Лань, которая смотрела на меня так, будто что-то хотела мне сказать. Ну, так это твоё животное талисман. Ничего необычного. Впрочем, странно, что ты его увидела. Может, это судьба? Ну, откуда мне знать? Вот у меня талисман белка. И часто тебя белка торкает. Так. А что ты думаешь о том внезапном вчерашнем снегопаде? Предупреждение от земли, что нам нужно собраться. Я бы сказал, Сэмюэл никогда раньше не видел подобного. Не буду мешать твоему духовному единению с природой. Ещё увидимся. Обязательно. Да, развлекайся с белками, с птичками, а я пошла дальше. Посмотрю, что тут за мячик лежит. Его можно как-то побуцать, нет? Неужели в Блэквилле нет места, где бы никто не играл в футбол? Там тотем, но мы уже его видели. Пищевые отходы. Фу, это кто тут? А что бабочка балдеет от пищевых отходов? Какие-то тут бабочки в Аркадия Бэй странные. Одна на говно слеталась в парашу. Тут уже две, смотри, на пищевые отходы прилетели. Неужели так сложно бросать мусор в корзину? Хотя выпускаете Кракена. Ну же, Белки, готовьтесь к своей минуте славы. А, вот рогалик тот, который надо сфоткать. Белка, давай. Давай, 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 давай. Он здесь, он здесь. Это пищевые отходы, давай, хавай. Смотри. Ты смотри. Красота какая. Вау, а ведь к Белкам не так просто подобраться. Ага, главное, положи рогалик протухший и подберешься. Есть. Хоть на полицейскую премию отсылай. Нормально. Просто верх искусства сфоткать, как Белочка голодная, кушает сраный протухший рогалик, когда ты могла что-нибудь другое ей из своего общежития вынести. Намного вкуснее и намного полезнее. Угу, тупор. Лучше бы Самуэль не выставлял это на показ. Это может плохо обернуться. Да и ученики могут сюда пробраться. Так а вдруг Самуэль маньяк какой-нибудь? Больше я это трогать не буду. А, лучше не надо. А это чё? Самуэль озабочен этим, но... Неужели ему нужен этот плакат? Ха, может он просто озабочен. Как Самуэль уговорил Рэйчел позировать для него? Самуэль фоткал Рэйчел? Нихуя себе. Поворотик. А чё это она... Да, она как это? Она согласилась фоткаться вместе с ним. Не представляю Самуэля в тёмных очках. Да и вообще, что это за хлам? Какие-то журналы про порнуху. Тут инструменты для расшлинухи. Чё там мне Самуэль этот... Смотри, тихий-тихий, с белочками, с птичками, а... Там кто его знает, чё у него в подсобке творится, если покопаться поглубже. Открыть потайные двери. Здарова, Тейлор. Не думаю, что когда-либо я видела Тейлора одну, без Виктории. Да это как-то странно. Раньше всех встает, наверное. Привет, Тейлор. Привет, Тейлор. Даже если ты и была до брак Виктории, то это не значит, что я буду. Э-э-э. Дура, блин. Я не хочу ссориться ни с тобой, ни с Викторией. Вместо взаимных оскорблений, может, просто поговорим? Хоть раз. А ты забавная? Ну, сейчас я ничем не занята, так что говори. Кейт очень плохо из-за сплетен про видео. Это очень жестоко. Ой-ой-ой. Вот что бывает, когда ты получаешь всех насчет секса. Она это переживет. Скажи, почему ты дружишь с Викторией? Она не особо дружелюбна к вам с Кортней. Просто она властная. Послушай, ты не знаешь ее, а я знаю. Она самый лучший друг, которого можно иметь. У меня тоже были грубоватые и властные друзья. Но это лучше грубых и властных родителей. Я бы хотела, чтобы моя мама была грубой и властной, но выздоровела. Ну да ладно, мы поговорили. У нее мама болеет. Ну-ка, подожди-ка. Отмотай. Это уже интересно. Привет, Тейла. Привет, Тейла. Давай о твоей мамке поговорим. Я слышала, что твоя мама больна. Мне очень жаль, что с ней случилось. Ну, если тебе правда не все равно. У моей мамы была операция на спину. Виктория поддержала меня в трудной минуте. Как и ты. Разрушать людям жизни не мое хобби. Знаю. Поэтому и хотела поговорить. Я рада, что мы поговорили. О, зашибись, смотри. Я поддержала ее. И снова привет. Привет. Мы вполне неплохо поболтали. Надо бы это дело повторить как-нибудь. Увидимся. Так видишь, все-таки эта симпотная Тейлор, которая мне вначале понравилась, она еще не безнадежна. Вот Виктория, та, прошмандыга еще та. А с этой хоть можно как-то потрещать. Что там? Трахайтесь на здоровье. Спасибо. Без твоего благословения мы же как бы и не могли бы даже себе это позволить. Все, походу, здесь уже мы все обсмотрели, посмотрели. Давай пойдем дальше. О! О, цини-ка! Ботан, ты меня преследуешь на каждом шагу. Орен тоже тут. Похоже, Орен. Что ты тут делаешь? О, ничего. Жду. Размонка. Ну, я уже ответил на него. Короче, я сочиню рэп о вчерашнем. Ну, давай. Это было ужасно. Все так быстро произошло. Должна буду. Это точно. Этот мудак здорово мне накостылял. Я прям личный супергерой. Ты и правда герой дня. Ты дал отпор хулигану, и это круто. Хоть ты оставила меня на произвол судьбы, сбежав с той девушкой. А она крутая. Откуда вы знакомы? Ага, все тебе скажи. Или уже ладно, расскажем, но все-таки. Моя подруга, Хлоя Прайс. Мы с ней довольно долго не виделись. Ты, наверное, была счастлива, когда она прикатила на пикапе, как крок-звезда. Да, кстати, почему Нейтан Прескотт так на тебя взъелся? Он опасен, и я не хочу. Я хочу, чтобы ты ввязывался. Тогда ты помог мне, но хватит. Нейтана Прескотта скоро настигнет его карма. Да. Ягнутая неделька. Чего только тот снегопад стоит. Кстати, о бандютопе. Тот кинотеатр устраивает марафон по планете обезьян. Поедем обезьяничать? Ну, ты можешь ехать, ты ж похож даже на обезьян. Он фингал у тебя под глазом, какой крутой. Как будто, блин, с гориллой подрался. Ладно, поехали по обезьяничаем, чё бы и нет. Да, это именно то, что мне нужно. Обожаю эти старые фильмы про обезьян. Это было легче, чем я думал. Клёво, скину тебе инфу. Только я буду фоткать, как ты обезьяничаешь, окей? А сама обезьяничать не буду. Я культурная хорошая девочка. Дэвид говорит с Нейтаном, это не к добру. Наверняка это как-то связано с Кейт. Или с Рэйчел. Так чё, сегодня выходной получается? Типа утро, а я не в академию, а на гулянку. Походу, выходной. А Дэвиду надо по шее надавать Нейтану. Тогда я его зауважаю больше. А сейчас так, типа, наполовину. Так, Макс, только не спать. А то опять будет торнадо, потом остановку проспишь. У меня чё-то такое ощущение, что нас просто по кругу катают. А вон там маяк. Так, кажись, приехали. Да, вот. Забегаловка три кита. Хираси у вас бензин, дорогой. А два кита. Даже не питаю надежд. Я стану миллионером. Надеюсь, никто не стащит его у меня. Кстати, о перемещении во времени. Закусочная ни капли не изменилась. Прикольно. Я услышу, я в город вышла. Нет, туда мне не нужно. А туда нельзя. Они не дают нам свободу действий, понимаешь? Не дают. Ну, дамочка какая пошла. Суровая. Чё за жиночка стоит? Вид у неё напряжённый и занятой. Может, она любовника ждёт? Привет. Вы заблудились? Вроде того. А скоро ли приедет автобус? Онлайн расписание не работает. Он отъехал, коза. Я только сошла со школьного автобуса. А, ту школьный был. Твой вот-вот должен подъехать. Слава богу. Нельзя же опоздать на собеседование. Я должна ехать до самого Ньюпорта, только чтобы устроиться на вторую работу. Всё настолько плохо? А где сейчас хорошо? Я не могу позволить себе даже жить здесь. Ну, удачи вам. Она мне пригодится. Уверена, он многое повидал за историей Аркадия Бэйн. Некогда болтать. Я уже почти миллионер. Вот мой счастливый билет. Что автобусом, чтобы обналичить его? Типа в лотерею выиграл. Ну, окей, удачи тебе. С этим лохотроном. Давайте смс-ку почитаем. Так, что нам пишет Хлоя? Никаких сман так опаздываю. Столик забей. Маман тебя накормит. Очень уж надеюсь. Повезёт, если ты хотя бы к полудню появишься. Сама, значит, слышь, опаздывай. Это мне говорит, быстрее, быстрее, поторапливайся скорее, не то убью. Вообще, блин, охуела, что ли. В край, просто в край. Пока она опаздывает, я смогу тут поошиваться, пофоткать всякую херню. Дыра в другую вселенную. Это ж такие дырки в другую вселенную были, походу, нарисованы у Хлои в комнате. Может, это она рисовала? А может, и нет. А может, и да. Фургон. Этот грязный фургон я видела вчера. Где ты его видела? А ещё-то не помню такого. А может, и видели. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Су-цик, всё нормально. Ну, гомонись, кому сказала иметь, прекратила. А, помните этого мужика? Он в конце первого эпизода был. Из фургона выходил. А где мы этот фургон видели? Чё-то я не могу припомнить. Ну, где-то видели вроде. Собачка, съеби отсюда. Я хочу поговорить. Что-то пугает меня этот парень с собакой. Типа нельзя туда, да? Она отпугивается. Да отдала по носу собаке и поговорила с чуваком. Может, в окно можно влезть? А-а-а! Это тот фургон где? Точно, я что-то рисовала. Моим советом никто так и не воспользовался. Тут мужик себя помыть не может. Не то, что фургон. О, здорово. Рыбак. Рыбак рыбака видит издалека. А чё ты писюн свой прикрываешь, рыбак? Только взгляните на эти брошюры. Жаль, что их никто не читает. Ну, то уж. Рыбак благое дело делает. Получает копейки и, блин... Никто его даже не знает, не помнит. Спасём наш город. Эр-Дже Макриди, по-моему, его зовут. Он похож на классического рыбака Аркадия Бэй. Прямо как с фото. Рыбак Аркадий. Доброе утро. Похоже, вы настроились на отличный улов. Если бы, юная леди, Аркадия Бэй больше не тот рыболовный городок, в котором я вырос. Да ты чё, серьёзно? Неужто город так изменился? Борода Нептуна, да! Такое ощущение, будто королём гавани я был в прошлой жизни. Борода Нептуна. Он настоящий рыбак. Только ещё говори, якорь мне в жопу, крейсер мне в анус и так далее. Вам повезло, что вы притянули так долго. Да, раньше рыба сама прыгала ко мне в лодку. А потом Прескоты вместе со своими финансистами распустили весь наш порт. Суки, скажи. Прескоты очень влиятельная семья. Они и город могут переименовать в Прескот Бэй, если ты понимаешь, о чём я. Конечно, понимаю. Вы их знаете? Слишком хорошо для моей профессии и по не лучшим их поступкам. Я знаю это, но я слышу, как рыба зовёт жемчужину. Помни, девочка, настоящие рыбаки. Никогда не вымрут. Я бы хотела узнать больше, но должна идти. Удачного вам улова. Думаю, я сейчас на год вперёд наговорился. Да я вижу, сплетник такой. А говорят бабы-сплетницы. Да просто никто не встречал рыбака Аркадия раньше. А чё ты слышишь, туда-сюда ходишь постоянно? Да, мы, открытый. Бекон и яйца. Всего 5.95. Старый добрый сервис. Мужчина. Газета. Смогли бы они объяснить снегопад? Кто газеты? Да нихуя подобного. Они вообще ничего не могут объяснить. Снег. Хорошее начало истории. О. Метеорологи сбиты с толку. Национальная метеорологическая служба пока не в состоянии объяснить причины недавнего снегопада, обрушившегося на Аркадия Бэй. А ты, мужчина, что об этом думаешь? Газеты скоро станут музейными экспонатами. Простите, сэр. Не город, а недоразумение. Весь мир в огне, а на наших главных полосах снег. На следующей неделе они, пойди, про облака напишут. Так может и напишут. Сколько вы прожили здесь? Достаточно, чтобы понимать, что Аркадия Бэй скоро станет городом-призраком. А я вижу статьи, что Аркадия Бэй процветает. В газетах только и гораздо писать об этом, либо о пропавших девицах. Вы Аркадия Бэй? Вероятно, она сбежала от скуки. Да кто бы не свихнулся от нее. От нее. От скуки ты имеешь в виду, или от Рэйчел Эмбер? А, от скуки имеет в виду. Бездомная, он бомжиха сидит. Ну, конечно, надо писать о том, что, блин, нищета, бедность, бомжей куча. Они пишут про какой-то снегопад. Кому он надо, на самом деле? Бедная женщина. Надеюсь, для нее найдется приют. Может, ей что-то нибудь дать? Привет. О, взгляните. Юной собственной персоной. Готова поспорить, что ты студентка? Да, я учусь в Академии Блэквелл. Вижу, что ты очень мудрая девушка. Я ведь все знаю про Блэквелл. И этот город. И что, может, ручку тебе позолотить? Сколько вы уже живете в Аркадии Бэй? Тысячу лет. Я прошла с этим городом все его перемены. Вот это ты даешь. А сколько же тебе, блядь, на самом деле лет? И что это за перемены? Чтобы это понять, нужно прожить жизнь. В этом городе есть много прекрасных вещей, но и немало тьмы. Жадные скоты разрушили этот город, лишили людей работы. И дома. Как меня. Да, жалко мне тебя. Вы, наверное, знакомы с Джойс Прайс из Двух Китов? Она кормила меня больше, чем собственная семья. Ее дочь постоянно впутывается в передряги. А еще она замужем за тем мудаком. О, это точно. Его зовут Дэвид Мэтсон. Сказал мне как-то, найди работу, козел. Пидор. Не знаю, что Джойс в нем нашла. Но он ее недостоин. Кто тебе такой засос на шею поставил? Объясни мне, женщина. У вас, наверное, есть компромат на семью Прескотов? Вся их история компромат. Когда-то они делали благие дела для города. Те дни мертвые. Как и все на их пути. Я знаю человека, которому они угрожали. Тогда будь его ангелом-хранителем, потому что никто не устоит на пути этой семьи. Особенно закон. Черт, да, они даже школой твоей владеют. Практически. Мне нужно идти. До встречи. Да, неплохая женщина. Приходи говорить в любое время, юная леди. Такая, знаешь, вся умудренная опытом, что-то понимает о городе, много чего знают. Все легенды, мифы. Ей тысяча лет, а то и больше. Может, копы за кем-то гоняются. Я надеюсь, что это за Нейтаном Прескотом. Ему бы... О, можно собачку сфоткать. Ему бы не помешало бы в каталажке провести месяцев так пару. Хотя это все мечты. У него влиятельная семья, и хер он там проведет время. Если, конечно, я не поспособствую со своими способностями. У меня же, блин, способности есть. Я об этом забываю, а надо их, наоборот, применять так, чтобы этого сукиного сына подставить, чтобы его заперли, блин, навсегда. Так. Мы зашли в кафешку. Базар в честь Хэллоуина. Боже, правый. Кстати, об апокалипсисе. Че у нас здесь? Еще можно со всеми общаться? Нихера себе, сколько до людей можно доебываться. Еще один рыбак. Эти рыбаки такие тихие, ребята. Что-нибудь крупное поймали? Если ничего это крупное, то да. Целую тучу. А теперь оставь меня, я в печали. Оставь меня, старушка, я в печали, говорит нам рыбак. А где мамка Хлои? Вот то, походу. Нифига себе, тут, короче, нам работы на целую серию, походу. Давайте остановимся пока в этой закусочной, поговорим со всеми этими людьми, потом с мамашей Хлоей, потом дождемся Хлою и уже дальше будем развивать сюжет туда, куда он должен идти. Не знаю, что я тут... А, смотри, необыданный снегопад. Тоже передают. Уже в полдень. Мать просто с нас прикалывается, стебется. А пока что, да, оставайтесь с нами. С вами был Морган. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, кто этого еще не сделал. Всем удачи, всем до новых встреч. Всем пока-пока.